Добрый день, друзья! Тема сегодняшнего урока – семейство растений. Здесь вынуждены сделать небольшую корректировку. Мы будем говорить исключительно о семействах цветковых растений, наиболее известных семействах. Конечно, в ботанике существует гораздо большее количество семейств, достойных обсуждения. Мы же поговорим подробно о наиболее известных. Вообще, когда мы говорим о покрытосеменных или цветковых растений, их разумно делят на два больших класса. Класс однодольные и класс двудольные. Самый простой опознавательный признак – это когда мы заглядываем в семечко. У однодольных растений мы видим одну семидолю, а у двудольных две. Давайте поговорим более подробно, а какие семейства спрятаны в каждом из этих классов. Начнем с класса двудольные. Итак, первое семейство, которое мы встречаем здесь – это капустные или крестоцветные. Видим порядка двух тысяч видов. Почему назвали крестоцветные? Потому что элементы цветка в основном кратно четырем, то есть напоминают крест. Здесь же мы с вами сталкиваемся с формулой цветка. Ч обозначает количество чашелистиков, Л – лепестки, Т – тычинки, П – пестики. Соцветия у них – кисть, плод, стручок или стручочек. Важно понимать, какие у какого семейства плоды и какие соцветия, потому что это важный опознавательный признак. Мы можем таким образом отнести самые разные растения к определенным семействам и не запутаться в них. Каково практическое значение крестоцветных? Конечно, в первую очередь мы вспоминаем овощи среди крестоцветных. Это капуста, это редис, редька. То есть мы их употребляем в пищу и извлекаем оттуда питательные элементы. Многие масличные культуры мы здесь видим, многие декоративные. Также лекарства, сорняки и медоносы. Все эти варианты отражаются на жизни человека, и человек должен брать это в расчет. Далее идет семейство розоцветные. Это наиболее распространенное семейство двудольных растений. Огромное разнообразие видов. Все варианты жизненных форм находятся здесь. И травы, и кустарники, и, соответственно, древесные формы тоже. Обратите внимание, сколь разнообразны могут быть формулы. Какую закономерность замечаем? В основном тут все кратно пяти. Что количество лепестков, что количество чашелистиков. Соцветия бывают разные. Кисть, простой зонтик, щиток. Плоды тоже встречаются самые разнообразные. Костянка, яблоко, сборная костянка. Каково же значение, где нам могут потребоваться эти растения? Во-первых, плодово-ягодная культура. Яблоня, груша, слива, вишня, миндаль. Это все розоцветные. Далее, лекарственные есть культуры, есть декоративные и эфиромасличные. То есть, мы можем получать эфирные масла. Например, роза. Далее у нас идет семейство бобовые. Очень важно не путать семейство бобовые и семейство крестоцветные. Почему? Потому что у бобовых плод боб. Очень часто говорят, что есть стручковая фасоль, хочется назвать плодом боба стручок. Ничего подобного. Есть плод стручок, есть плод боб. И мы их не путаем. Значит, для бобовых характерен плод боб. Обратите внимание, со светией кисть или головка и форма цветка. Форма цветка всегда напоминает парус, лодочку и весла. Да, на картинке снизу это четко визуализируется. Увидев этот цветок, вы точно никогда не ошибетесь, к какому семейству он принадлежит. Какие же практические прикладные значения для нас здесь играют роль? Во-первых, это питательные для нас культуры. Это горох, это бобы, соя, чечевица, фасоль и арахис. Во-вторых, корм. Да, мы используем в качестве кормовых культур клевер, люпин и люцерну. Лекарственные значения, медонос сюда же, декоративная значимость. Ну и, наконец, такая функция, как обогащение почвы азотом. Если я начну выкапывать корни бобовых растений, я увижу на этих корнях такие шарики, такие небольшие утолщения. Почему они образовались? Образовались они потому, что там находятся специальные клубеньковые бактерии. Эти бактерии вступают в симбиоз, в содружество с корнями бобовых растений. Эти бактерии умеют хорошо усваивать азот из окружающей среды и насыщать этим азотом корни растений. Соответственно, их корни на этих участках расширяются, формируются бактериальные клубеньки. Это тоже одна из отличительных черт бобовых растений. Далее идет семейство посленовые. Запомним название этого семейства. С этим семейством нас очень хорошо познакомил, можно сказать, подружил Петр Первый, когда привез картофель из Голландии. Именно картофель является одним из первых посленовых у нас. Также к посленовым относится помидор. Надо сделать здесь небольшую оговорку, что посленовые растения на определенных этапах своего развития являются ядовитыми. Да-да, это же относится к таким хорошо известным посленовым, как картофель и, соответственно, томат. Обратите внимание, что плодом послены является ягода или коробочка. То есть, даже когда нас просят назвать плод картофеля, мы не говорим, что это клубень. Клубень, которую мы выкапываем из земли, это всего лишь часть побега. Это видоизмененный побег. Плод картофеля это ягода. Значит, овощные культуры мы назвали. Сюда же, кстати, относятся баклажаны. Сюда же обращаем внимание, ядовитые культуры. Ну и, конечно, декоративные растения здесь тоже обнаруживаются. Далее идет категория сложноцветные или их еще называют астровые. В чем их специфическая характеристика? Здесь дело в том, что такие растения способны создавать один большой сложный цветок из множества мелких и простых. Это прослеживается на примере подсолнуха, на примере одуванчика, на примере василька. Все они являются астровыми или сложноцветными. Плоды у них семянка, а соцветие корзинка. Какое значение они предоставляют для нас, для людей? Во-первых, это масличные и овощные культуры. Подсолнечник сразу же приходит на ум, подсолнечное масло. Это лекарственные растения, это декоративные растения. Ну и многие из них, что поделать, являются сорняками. Далее. Все, что мы с вами обсудили до сих пор, относилось к двудольным растениям. Класс двудольный. Сейчас мы поговорим об однодольных растениях. Семейство злаки или семейство мятликовые. Конечно, первое, что приходит на ум, это пшеница, это рожь. То есть различные культуры, из которых мы можем изготовить хлеб, из которых мы можем изготовить кашу. Это все злаки. Они растут в полях, они растут большими скоплениями. У них есть специфический стебель, который мы с вами называем соломина. И на этом стебле, легком стебле, внутри которого много воздуха, на верхушке находится тяжелый колос, который несет семена. Плоды таких растений называются зерновки. И это зерно, соответственно, является наиболее ценной, наиболее значимой для нас, для людей его частью. Представители и практическое значение. Зерновые культуры. Пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, просо. Технические культуры здесь же есть. Здесь есть также сорняки и аллергены. Напоминаю, аллергены это то есть такие растения, которые при определенных обстоятельствах, чаще всего при цветении, могут вызвать аллергию. И здесь же сделаю еще небольшую ремарку. Скажу, что злаковые растения, они опыляются ветром. Поэтому у них, когда цветки образуются, не стоит ждать ярких лепестков, не стоит ждать яркого аромата. Они совершенно к этому не приспособлены. Они не привлекают насекомых. Просто тычинки, просто пестики. Лилейны. Тоже семейство, которое относится к однодольным растениям. Здесь стоит вспомнить лук, чеснок, лилию и, конечно, тюльпан. Что их все объединяет? Их объединяет тот факт, что компоненты цветка чаще всего кратны трем. Посмотрите. Околоцветник 3 плюс 3, тычинки 3 плюс 3, пестик 1. Соцветие может быть зонтиком, кистью или метелкой. А вот плод, коробочка или ягода. Вот, например, у тюльпана плод, коробочка. А у ландыша ягода. Какие характеристики для человека? Овощные. Это лук, чеснок и спаржа. Лекарственные. Это ландыш и алоэ. Ну и, конечно, декоративные варианты данных растений. Что ж, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.